Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наше путешествие, точнее продолжаем путешествие по книге Тейлин, 45-й псалом. Очень много материалов по этому псалому, но давайте быстренько. Первое. Написано в древних книгах, что если муж есть проблемы с женой, не очень у него отношения, она его, ну, мягко так сказать, не любит, то он берет оливковое масло, ставит оливковое масло, читает на него три раза этот псалом, немножко себя мажет этим маслом, и это резко меняет их отношения. Древние писали, что 20 раз надо читать этот псалом, а потом обратиться с молитвой к небу, с просьбой повернуть ее сердце, и так происходит. Кстати, 46-й псалом, он будет то же самое для женщин, а это 45-й, для мужчин. Пишут, что 45-й псалом, это молитва о приходе Машеха, что в этом псалме есть все для того, чтобы вызывать Машеха. Тейлин, первый перех, первые слова руководителя, он наш шашаним, сынов короха псалом. Написано, что Раби Хаим Паладжи писал, что есть в 45-м Тейлин секрет, что тот, кто делает раскаяние, Джулу, становится любимчиком Ашеха. И это содержится вот в этом кусочке, как вот секрет всего этого. Вообще, жених с невестой, это такой свадебный, в отношении к мужчине и женщине много рассказывают, жених с невестой ликуют день свадьбы, но им надо еще пройти долгий путь, соединение разных существ должно стать гармоничным. И такие же отношения между Богом и Израилем, ликование в день свадьбы у Синая, а потом долгая непростая система отношений и вплоть до возвышенности, когда уже придет Машеха. В 45-й строчке написано, что молитва является одеждой для души. И вот в словах, в расшитых одеждах будет введена принцесса к царю, а там ее подруги, написано, что здесь секрет того, что в период Машеха все, даже отдалившиеся от Бога, будут возвращены. В расшитых одеждах это облаченные молитвы, принцесса это душа, введена к царю это к Машеху, ее подруги это падшие души, и подруг тебе возвысится. И это в том, что главное оружие времен прихода Машеха, как здесь описано, это молитва. Чтобы душа не была голой, нужно одеться в молитвы. Четвертый перегот этого псалма, перепоявшись вместе с собой к бедру. Книга Зар пишет, что бедро намекает на брит, на обрезание. И для того, чтобы у человека была сильная молитва, ему нужно хранить брит. Вот о чем здесь и большой секрет. Четырнадцатый перегот этого псалма, покрытие волос, написано, весь почет дочери царской внутри, одежда ее золотое плетение. И учили им порайте, что семеро сеновей было у ким, хиты, все они служили в храме, и первые священники, у женщины. И спросили у нее мудрецы, как ты такого заслужил? Она сказала, никогда балки моего дома не видели моих волос. Ей сказали, что многие так делали, но это не помогло, и тем не менее. Сказано в Иерусалимском Талмуде, весь почет дочери внутри, это сорок пятый перегот. Это означает, что скромная женщина, достойная, чтобы от нее произошли первые священники. Вообще, есть две женщины в Танахе, чье поведение до конца раскрывает, насколько серьезно покрытие волос замужней женщины. Одна из них жена, недельная глава Корах, все, что впадает, жена Она Бен Пеллет. И они много пишут, а вторая же жена Шеми Бен Гера, о ней мы мало знаем. Что такое жена Она Бен Пеллет, я уже говорил, еще раз повторю. Он был, Пеллет был внуком Рювена, старшего сыновей Якова. Он был одним из тех, кто возглавлял бунт Кораха против Мошея Аарона. И мудрецы говорят, что имя его отца, который упоминает не случайно Беллет, это однокоренное, со словом чудеса, и намекает на чудесное спасение. Хотя имя его жены не упоминается, но мудрецы ставят ее в пример всех еврейских женщин. Она говорит, что три женщины спасли своих мужей от смерти. Жена Она, Михаль, жена Шауля, дочка Шауля, жена царя Давида и царя, дочь Ажера. Известная история о бунте Кораха, мы ее знаем. И вот, когда пришел домой, он пел их, рассказал с восторгом жене, что так замечательно. Она ему говорит, а что тебе в этом споре? И что она сделала? Она дала мужу крепкое вину, и потом садится у шатра и распускает волосы, это неслыханно. И люди пришли, увидели ее женщину с нейропокрытой головой и ушли. И потом он понял, кто его спас. Известный каббалист Минахи Мазари пишет, что через много поколений душа Она Бенпелека перешла в Гильгуль. Михаль, дочь царя Сауля. И тогда она спасла своего мужа. Жена Шемия Бенгера, после того, как Абшалом восстал против своего отца царя Давида. И царь Давид покидал Девушалим, вышел из Шемия Бенгера, бросал камни в царя, ругал его и так далее. Не будем на этом останавливаться. Но Давид принял на себя испытание унижения, и Шемий продолжал бросать в него камни и сказал, Давид, может, Господь увидит мои слезы и простит. И так и произошло. Вообще написано, что так как он принял на себя унижение, то очень высокое поднятие было по этому. Давид не убил Шемия, потому что знал через руах Ходыш, что Шемия придут избавители. Но как могло такое произойти? Говорят, что это заслуга жены Шемии. И вот именно его жена спасла в свое время посланца царя Давида. И поскольку написано, она спасла Ахимация Енатана от преследований, от него произошли потомки жены Шемии. Это Мардыха и Эстер, они стали избранниками народа Израиля. Ну вот, совсем коротко о Большущем Псалме Брахава Ацлахан. Субтитры сделал DimaTorzok